Раки, дорогие, здравствуйте! Рада вас приветствовать! А у нас с вами традиционный еженедельный прогноз. Надеюсь, эта традиция больше у нас не будет прерываться. Итак, давайте приступим. Что ждёт людей под знаком зодиака рак с 15 по 21 февраля? Подряд прям идут. Так, давайте. О, Раки! Значит, дорогие мои Раки, у вас первая основная карта выпала Старший Аркан, Императрица. Хорошая очень карта, которая говорит о стабильности, о плодородности, о получении положительных результатов. Эта неделя очень благоприятна. В первую очередь, она благоприятна для женщин, для построения любовных отношений, для знакомства с мужчинами. Большая вероятность встретить именно спутника жизни. Очень хорошее время заняться своей энергетикой, своей энергией женской, своим состоянием, своим удовольствием в общем с собой. Делать всё для себя, то, что вы любите. Заниматься красотой, прокачивать свою Венеру. И эта карта, она даёт вам такой общий посыл о том, что пора вспомнить о себе. Для мужчин эта карта будет означать то, что вам необходимо в первую очередь на этой неделе уделить внимание женщине. Ну, той самой важной, которая в вашей жизни сейчас есть. Это может быть любимая женщина, да, девушка, жена. У кого-то это мама, у кого-то это сестра, у кого-то, может быть, даже дочь. Может быть, в вашей жизни сейчас нет близкой женщины, но в любом случае вас окружают какие-то женщины, и кто-то есть, к кому вы особенно хорошо относитесь. Может быть, это подруга какая-то, может быть, это какой-то дорогой для вас человек. Уделите внимание ему, ей, точнее, да, поговорите, ну, как-то пообщайтесь. Возьмите эту энергию женскую. Вот, карта совета говорит о том, что вам благоприятно на этой неделе именно вкладывать в себя, в свой ресурс, в своё состояние. Я уже об этом сказала, но совет нам об этом и говорит. Финальная карта, она, кстати, в данном контексте несёт положительную информацию. Вот, она достаточно нейтральная такая, не хорошая, не плохая, но в данном случае будет только лишь хорошая. Она говорит о том, что, как бы, есть одно маленькое предостережение, да, будьте, есть такое иногда у женщин, когда мы начинаем себя очень, там, красивыми чувствовать, какими-то особенными, избранными, то может немножко включиться такое пренебрежение. Вот, сбегайте вот этого. Не должно у вас быть пренебрежения по отношению к другим женщинам, которые, может быть, не настолько хороши и прекрасны, как вы, либо к мужчинам, типа, посмотри, как я прекрасна, а тебе до меня не дотянуться. Вот карта предупреждает, что этого, как бы, быть не должно. Ну, немножко вас, как бы, ну, напоминает вам о том, что все люди всё равно равны, и, как бы, заносчивость, это, ну, наоборот, у вас отнимет энергии женской. Наоборот, женская энергия – это про великодушие, благородство, и, да, мы голубых кровей, так себя не ведут, вот. И в чём хороший положительный посыл этой карты? Он говорит о том, что вы на этой неделе будете настолько притягательной и манкой для других людей, что вы почувствуете, вас это ещё и больше наполнит, вы почувствуете вот это внимание со стороны других людей, вам оно будет приятно, вы можете им даже подпитаться, вот. И это ещё больше вам придаст уверенности в вашей красоте, в том, что вы, там, желанная, красивая и всё такое прочее, да, понимаете, о чём я. Поэтому у вас очень классная энергия будет на этой неделе, пользуйтесь ею. Это хорошее время для того, чтобы получать желаемое. Вы можете более смело просить своего мужчину о чём-то, о помощи, там, о подарках, ну, кто о чём, кому что нужно, да. Вы можете смелее подавать сигналы мужчинам для того, чтобы завести с ними знакомство. Или, может быть, кто-то просто вам поможет где-то открыть дверь, там, донести сумки. Может быть, у кого-то дождь зимой, и вас сонтиком проводят. Поэтому вот такое у вас будет на этой неделе состояние. Ещё для мужчин, да, пару слов. Для мужчин такая интерпретация карт может говорить лишь только об одном. Если у вас есть женщина, вот, самая близкая, вот эта самая желанная, то именно уделите внимание ей. Пора вот именно… Есть, знаете, время для работы, есть время для зарабатывания денег, есть время для личных дел, есть для духовного роста. А сейчас время позаботиться о женщине. Ну вот, дать ей всё, что вы можете, самое прекрасное. А если у вас этой женщины нет, то пришло время отправиться на её поиски, потому что эта неделя благоприятна для встречи именно партнёра, для серьёзных отношений хороших. Не на ночь, не на вечер, да, а именно вот найти свою родственную душу. Поэтому в добрый путь, друзья, пусть вам сопутствует удача. Всем пока!